а здрасте всем друзья привет уленьки нас продолжается золотой голос и все очень даже неплохо мы находимся в саду сейчас идет дождь но через 7 минут он закончится поэтому все будет нормально в общем то я сюда привез вообще все стройматериалы стоят вот контейнеры со стройматериалами бетон залит все хорошо две кучки гравий песок у нас здесь лежат большой вот контейнер с маном стоит здесь у нас брус лежит я успел привести еще один контейнер стоит со стройматериалами вот здесь если посмотрим в меню то все здесь хорошо да есть немножко лишнего гравия там короче я навертел с автодрайвом что-то как-то получилось не так и там немножко просыпалась гравия на землю надо будет как-нибудь ее убрать оттуда его гравий да но это потом точно не сегодня ухташ ёжик это не хорошо получилось я иногда забываю отключать супер силу потом будут проблемы этот контейнер отсюда выгнать ладно нормально так вот 8 утра у нас начнется здесь стройка и через 36 часов то есть 8 вечера завтрашнего дня этот завод у нас построится также друзья у нас идет сбор урожая в саду уже на собиралась тут вот 6 кубов абрикосов вишни не очень много орехов немного яблок много собрано 56 процентов урожая урожайность 10 процентов как я и говорил то есть но будем считать что это половина то есть с одного сада будет примерно 160 кубов яблок например 40 кубов грецкого ореха примерно там 40 50 кубов вишни и 120 кубов абрикосов это когда деревья станут уже взрослыми и мы будем за ними нормально ухаживать сейчас конечно же урожая будет мало да кстати также на тепличном комплексе 87 процентов у нас клубничка собирается уже тут все хорошо по животным у нас некоторые молодняк уже подрастает переводится в другие корпуса уже во втором корпусе началось потребление еды тут по еде пока что все хорошо в общем-то пока не не имеет смысла вообще париться этим овчарня 360 у нас родилось новых ягнят я так понимаю на следующий день они уже начнут продаваться надо будет что-то с этим делать на самом деле надо насобирать денег на мясной этот самый мясокомбинат по поводу курочек тут тоже все хорошо они все еще пока продуктивные есть у нас яйца скоро начнем их убивать на мясо на забой хотя мясо там не очень много получится по поводу заводов мясокомбинат тут у нас скотобойня и всякие другие линии даже рис может использоваться причем в двух на двух линиях в общем то может быть имеет смысл этим заняться но мясокомбинат стоит денег вас планы миллиона его номинальная стоимость то есть надо под под насобирать короче денежка хотя мясокомбинат сейчас бы пригодился увы нельзя взять заказ на производство чтобы на на забой скота чтобы мясо сделали нам и мы его вывезли оттуда или можно по моему нельзя мясокомбинат до колбасы перемените в теле плов к тобой не заказы не принимает ну ладно пока что лишних животных будем продавать они будут кстати по ночам получается те ягнята которым не будет хватать места они будут продаваться надо было один корпус убивать и и нормально было бы все но овечки не такие дорогие тут друзья я навел небольшой порядок прописал парковочные места для техники а известно я их не попереименовывал также там в ангарах используются некоторые места косилка на коровнике много чего на коровнике будет жить ну и навел небольшой порядок в автодрайве распихал все по папкам так что теперь все красота все удобненько стало для меня вот ну и сейчас ждем пока дождь закончится и погнали работать вообще друзья начнем мы с покоса травы вот кстати и дождь закончился есть анимация еще есть но дождь типа закончился вот смотрите у нас здесь есть такой вот ангар тут у нас живет наша косилка которую мы купили и мы сейчас отправим ее косить почему я все время меню открываю не знаю отправляем ее по курс play вот тут у тут покосить можно даже по кругу сделать такой кружочек чтобы лишнего не собиралась шириной 10 метров он это очень быстро сделает стартовые точки и автодрайв использовать для парковки а еще ты едешь на 18 поле так и все он сейчас скосит и вернется сюда обратно поэтому парковки назначать это прям хорошая идея далее друзья позна до поставить комбайн убирать нашу канулу знаете еще какому выводу я пришел нам не хватит денег на рассаду надо будет опять брать кредит это другой стороны у нас есть урожай который можно попродавать и нужный такс комбайн погнали тебя поставим на шестое поле и товарищ погнал а надо подождать хорошей погоды хотя уже горит солнышко и в дебаге написано что уже солнечно ну ладно подождем не вопрос это прямо с минуты на минуту он поедет также надо запустить gc бишку которая будет с ним вместе кататься давай товарищ тоже погнал и получается все у нас по большому счету работы больше нету в косилка уже поехала косить я сейчас решил это в волок все дело не собирать потому что потом некоторые волки очень толстыми получаются мы опять таки скосим пару раз потом это посмотрим куда надо везти и тогда отвезем хотя скорее всего надо будет на овчар не везти ну и по сути дела друзья больше тут делать особо нечего поэтому ждем пока что-нибудь произойдет а вот же кстати друзья еще приколюха у меня опять пропало поле с рисом хотя он был уже созревший и потом он просто исчез и воду я спустил когда вот это кстати странная получилось ну раз такое дело то надо отправить сюда товарищи которые все это дело перекультивирует как и при прошлом в прошлый раз хотя на него я да я тоже на стриме забыл шлюз открыть там было уведомление что недостаточно влаги но потом рис зашел начал зреть и все было с ним нормально ладно товарищ ты тогда едешь да что ж такое то вот ты тогда едешь культивировать тебе со стартовой точки и опять таки для парковки автодрайв тут ты вернулся сюда потом обратно на поле 15 давай шуруй культивируй там все м51 у нас на часах и я думаю что уже в принципе можно ставить даже посев сесть мы будем нашей новой сейлкой и сразу же будем удобрять что-то как-то решил а почему бы и нет раз у нас сейлка с удобрялкой удобрение мы накупили кучу прошлый раз вот тут и мы ставим стартовую точку три поворотных полосы и перекрытие поворотных полос поставим 10 процентов потому что тут тоже 9 метров и комбайн 9 метров чтоб он случайно сейлкой по урожаю не прошелся чуть больше короче да отправляем его по автодрайву он пополнит семена посеет потом приедет на парковку правда парковка у него назначена не в гараже а на выгрузке семян вот здесь то есть он приезжает и выгружает семена а потом можно будет нажать на кнопочку парковки которая идет у самой сейлки и у трактора потому что он когда курс плей заканчивает работу вот эта вот парковка на котором едет эта парковка именно трактора а для сейлки мы назначили в гараже соответственно потом на одну кнопку нажимаешь и он едет в гараж как-то вот так вот также друзья у нас уже почти созрел урожай на теплицах там где-то в начале 9 он будет поэтому имеет смысл поехать наверное купить рассаду опять-таки клубнику мы будем сажать пока просто отправим этого товарища туда это садовый центр рассада давай есть я кстати уже проверил по автодрайву он и семена и удобрения отлично загружает я что-то как-то точнее по автогрузу автодрайву как-то у меня с этим раньше не получалось работать на других картах поэтому я отключался тут удобрения сейлкой а здесь знаете ли как-то даже прям все хорошо старые привычки знаете ли тяжело менять тут у нас уже почти все до культивировалась этот парниша в общем-то работает у него все нормально и друзья я тут посмотрел на наши склады на ферме у нас довольно таки много риса уже собралось и после уборки этого риса имеет смысл его отвести очистить и пока что пока что наверное имеет смысл выгнать наш паровоз и поставить его под загрузку зерна как вам такая идея пока все равно делать нечего мне кажется хорошее открываем ангар и на правых путях стоит наш паровозик заводим ему двигатель сейчас очень-очень аккуратно надо будет выехать на разворот мы еще в 17 ферме с этим сталкивались цепляем паровые вагончики и выкатываемся почти под самый светофор вот досюда я думаю должно хватить и сейчас мы должны перевести стрелку до переводим стрелку под загрузку зерна и выставляем вот этот вот первый вагончик под самую загрузку но вот так немножко кривовато я стал на ничего страшного она все равно будет работать а можно конечно для красоты открыть вот эти вот штуки и стать нормально вообще чутенько в общем-то загружаем сейчас вот этот вот состав рисом точнее весь рис что у нас есть загружаем вот друзья последний вагончик мы грузим тут он будет неполным поэтому можно поезд пока что заглушить значится будем убирать рис и будем загружать поезд риса будет больше чем осталась вместимость поезда теории как только поезд загрузим отвезем его на приозерский элеватор на переработку на очистку так что вот такой вот гениальный план также друзья опять-таки вопрос с рассадой и денег на нее просто тупо нету поэтому мы опять берем кредит как бы я этого не любил 115 тысяч видимо берем да и остается у нас всего лишь 502 еврика давай дружище запрыгиваем поддоны запрыгиваем до заскакивают вот так вот поддончики и пока что мы тебя глушим поддоны разгружаем привязываем ремнями и готовимся тебя отправить на теплицы втк посадка то у нас вообще там по теплицам скорее всего 98 процентов до это прямая примерно минут в 13-14 у нас это все дело созреет так что пока что просто ждем тем временем у нас тут уже собирается в садах урожай до сих пор на заводе пошла стройка соответственно все наши ресурсы которые мы сюда привезли исчезли и надо отогнать эти контейнеры поставить куда-нибудь в гараж им она тоже спрятать нам это все дело пока что не надо чем я собственно сейчас и займусь и буду потихоньку следить за тепличками вообще друзья я вспомнил что гаражи у нас есть прямо здесь я думаю что контейнером и тупо спрячем сюда я думаю что в 2 должно влезть в как-то так нормально получилось закрываем эти ангары и вроде как нам пока что отсюда ничего не надо если вдруг понадобится man я постараюсь вспомнить что у нас именно здесь также друзья у нас закончилась уборка канолы поэтому вот этого товарища мы снимаем с маршрута у него как раз топливо закончилось так что он скорее всего сейчас поедет заправиться отправляем его на 17 поле убирать рис тут в общем-то да все стандартно поле 17 погнал но и да на заправочку сначала он заедет все у него тоже будет нормально вот этого товарища мы соответственно тоже отправляем на поле 17 только сначала дружище тебе конечно же надо заехать выгрузить каналу так зерно выгрузка сначала есть туда в общем-то друзья я убираю рис и ждем пока поезд заполнится наш 6 7 поле видите самолетом удобрять уже не надо да и остальные тоже не надо будет по если вдруг мы солому будем отделять а не распылять на поле в общем-то убираем рис а блин теплицы шищут точно я забыл про теплицы точно тепличный комплекс 99 процентов сейчас вот-вот она уже закончится этого товарища на вот такая посадка можно смело отправлять он уж точно доедет туда не раньше чем теплички созреют да я мы сюда добежим черт как много тут деревьев как тяжело тут идти а вот и созрели теплицы закончилась расходы на топлива 503 евро и у нас минус один на балансе понятно я уже должен еврик грунт 2 урожая а вносить здесь ничего не надо или хрен узнать как это работает ну ладно когда он просто их сейчас засеет и все во блин а он и не заправился потому что не хватает денег берем еще кредит до заправляемся и он поедет да да он поехал молодец еще 401 евро твою мать и так друзья 9 37 утра у нас на часах и закончилась у нас уборка рисовых чеков комбайн уже едет на базу один из тракторов которые это все дело помогал убирать уже тоже давно стоит на базе и мы ждем пока доедет сюда класс который выгрузит остатки риса и мы загрузим их в поезд также друзья меж тем пока было время я тут повыполнял контрактики на удобрение дабы были денежки и поэтому их можно вот так вот все позавершать их тут немало есть интересные контракты на тюковку на самом деле сейчас деньги нужны поэтому скорее всего я пол паровой с контрактами у нас на балансе сто четыре тысячи плюс еще есть два контракта один сейчас выполняется в общем то разберемся и да паровой конечно же можно его завести 63 куба сейчас загружено в самый последний вагон и 7 еще едет сейчас на базу так что по сути дела ждем пока привезут остатки получается полный состав мы не насобирали чуть чуть меньше будет но настолько чуть чуть меньше что лучше меньше чем больше потому что остатки вот эти вот они мне лично мозоли либо глаза давай дружище быстрее мы одного тебя ждем не можем из-за тебя никуда поехать вот эти уже травка взошла можно еще раз покосить мы этого делать не будем еще контракт на поле 36 у нас завершён можно тоже его принять и и будут какие-то денежки вообще тут кстати на удобрение еще к кучу контрактов на уборку есть я вероятно этим всем займусь а может быть и нет все приехал товарищ разгружаться очень разгрузится поедет в гараж станет на парковку а мы пока залезем в поезд ждем пока он разгружается он разгрузился мы соответственно это сразу же загружаем последний вагончик и 70 кубов у нас получается в последнем вагоне закрываем вот эти вот люки перемещаемся в локомотив и нам надо поехать на элеватор там мы будем чистить зерно и поэтому в общем то то и поехали вагончик И теперь, друзья, еще хороший вопрос. Где тут триггер на очистку зерна, а где тут триггер на продажу зерна? Потому что они, если мне память не изменяет, были разные. Тут у нас можно что-то сбрасывать, но хрен пойми что. Продажа зерна, аренда элеватора. Ага, монетка где-то лежит. Подло, я же тебя слышу. Слышу, но не вижу. Все, вижу, отлично. Вот ты где, зараза, бздынь. 41 осталось. Так вот, короче, вот здесь вот не подписано стрелочкой выгружать рис. Раз, надо разработчикам об этом сказать будет. Я так понимаю, это именно сюда у нас выгружается. В принципе, мы сейчас об этом убедимся. Медленно подкатываем наш локомотив. Можно, кстати, открыть меню склада. И вот сюда вот его повесить. Хотя выгрузить-то можно всего 400 кубов, а мы привезли намного больше. Но, видимо, поезд тогда останется здесь. Да, и выгружается он ровненько сюда. Выгружаем. Пошла разгрузка. То же самое проворачиваем со вторым вагоном. И у нас уже пошла обработка. Давай, дружище. Выгружаем. То же самое делаем с третьим вагончиком. Да, сейчас по-быстрому все выгрузим. Ну и оставим паровоз здесь, потому что мест... А, не, это белый рис 400, а рис 900. Что-то я, ребят, попутал, простите. Выгружаем. Да, мы сейчас все выгрузим. Че это я? Да, в момент выгрузки производство останавливается. И переработка не идет. То же самое, кстати, на всех заводах. Такая вот фича. Так, следующий вагон тоже мы выгружаем. Зынь. Погнал. И, друзья, последний вагон мы тоже выгружаем. И все. По сути дела у нас пошла переработка. Когда он очистится, мы его отсюда заберем. Сейчас же, я думаю, имеет смысл пригнать сюда другой наш поезд. И поэтому мы едем элеватор-ферма. Друзья, меняем составы, цепляем те вагоны и едем обратно сюда. Вот, друзья. Ну вот так вот. Глушим наш паровозик. Пускай он стоит здесь. Вот с этого склада потом будем забирать. Да, не тот вагон я поставил сюда. Ну ладно. Когда рис переработается весь, я его отсюда заберу и отвезу на наш сад, на наши склады. Как у нас здесь дела обстоят? Стройка идет, все хорошо. Здесь вовсю идет сбор урожая. Знаете, друзья. В общем-то, впереди у нас ничего особо сильно интересного-то нету. Я пару дней позанимаюсь вот этим вот гриндом. То есть, просто пособираю урожай и повыполняю контракты какие-нибудь. Денежки нам тоже все-таки нужны. А через пару дней у нас получается достроится вот здесь завод. Единственное, знаете, что меня немножко смущает? У нас получается сегодня, именно в этот игровой день, 83% сбор урожая. У нас именно сегодня будет стадия отдыха и внесения компоста. И вроде как мне бы хотелось это вам показать. Ну ладно, в следующей серии я как-нибудь это дело воткну. Вот, сейчас будет небольшой такой перерывчик, наверное, по сериям. Пару дней, короче, гринда. Пособираю урожай и пособираю вот это вот все, поочищаю. Риса пособираем тоже, отвезем на очистку. Теплист, пару урожаев, клубники соберем. Короче, вот это вот все посмотрим. На этом, друзья, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Лайкучки, комментарии не забываем. Если на канал не подписаны, подписывайтесь. В общем-то, с вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...